Уже второй год в старообрядческом молильном доме Печоры идет ремонт, а на этой неделе у них прошло хоть и маленькое, но все-таки радостное событие. Но обо всем по порядку. Обратимся к справке. Старообрядчество появилось в 17 веке, когда некоторые православные христиане во главе с протопопом Аввакумом не приняли церковных реформ патриарха Никона, сохранив в неизменности обряды и традиции. Для нашего района город Печора является главным центром старообрядчества, но распространяется оно намного дальше по республике. Центр средней Печоры делилась на три части. Это Верховая Печора, Трульцкий-Печорск. В районе Печорского района здесь очень много было староверов. Это Даниловка, Ронец, Конецбор, деревня Медвежская, Соколова. Это большие деревни, очень много было староверов. И потом Низовая Печора, это уже в основном Сильма. И деревни, которые уже вниз по Печоре, по притокам Пижма и Цильма. Там это центры староверия такого населения. Напомним, что храм начали строить еще в 2018 году, а сбор документов занял целых пять лет. Под застройку был выделен участок земли по северному переулку в железнодорожной части города. Храм строится силами небольшого костяка общины, а помощь в сборе средств оказывают сами прихожане и простые граждане. За два года уже проведена большая работа. Видно, что работы проведено много. Это и благолепие храма стало более-менее. Фундамент уже более такой залили твердый, не первый, который был. Дальше обработка здания проведена противопожарными этой жидкостью. Крыша доведена до ума. Много чего сделали. Молодцы работают, на месте не сидят. Это очень похвально. На этой же неделе в Малельном доме, наконец, была установлена луковица с крестом, которую ждали уже давно. Изготовлена она была еще зимой, а доставлена в Печору в марте месяце. Высота вместе с крестом более трех метров. Работники нашей общины, значит, Чернышов Андрей Викторович и Кузняный Виктор Алексеевич, два работника. Они у нас делали луковицу также с крестом на Замежинскую Маленную, которая открылась недавно, значит, прошлый год и позапрошлый освещали. Значит, в Трусово также изготовляли они луковицу, значит, на часовне в Пустозерске. Вот так же у них обувь есть. И зимой они ее изготовили. Значит, для Печоры сняли размеры, какие примерно здесь, как бы, чтобы симметрично было, и сделали. Слава Богу. Большие церковные службы проводятся здесь пока достаточно редко. Но сейчас, после окончания почти всех ремонтных работ, службы планируют проводить каждое воскресенье и во все большие праздники. А накануне 11 человек приняли святое крещение в реке Печоря. Продолжение следует...